Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Об итогах прошедшего ректората в КФУ расскажем сегодня в выпуске. В Казанском федеральном университете прошла антиконференция. Студенты Казанского федерального университета посетили Казанский вертолетный завод. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ректората. Он был посвящен вопросам создания ситуационного аналитического центра, приемной кампании и развитию математического образования и науки. Подробности далее. В зале попечительского совета состоялся ректорат Казанского федерального университета. Основными темами стали привлечение абитуриентов и стратегии приемной кампании институтов, а также концепция развития математического образования, разработанная проректором по образовательной деятельности КФУ Дмитрием Таюрским. Заседание началось с доклада о ходе создания ситуационного аналитического центра КФУ. Центр формируется также как образовательный. Он станет местом постоянной практики для студентов-международников, политологов и социологов. Следующий доклад посвящен развитию математического образования и науки. Доклад о создании рабочих групп по разработке дорожных карт включения институтов математического и IT-профиля в развитии образовательных и научных проектов по приоритетным направлениям КФУ разработан проректором по образовательной деятельности Дмитрием Таюрским. Целью является разработка стратегии по увеличению привлекательности для абитуриентов математических направлений. В своем докладе Дмитрий Таюрский привел несколько примеров удачных действий для достижения этой цели. Вот факультет философии, программа дисциплины, математических конфликтов и принятие политических решений. Значит, может быть название громкое, но тем не менее это название отражает суть образовательной программы самой и завлекает студентов. По каждому из математических направлений предложено создать рабочие группы. Ректор университета Ильшат Гафуров отметил важность математического направления в образовании. В случае отсутствия должного результата работы возможно объединение структур математических институтов. За достаточно короткое время нужно при желании, при правильной установке вопроса, достичь намеченных целей. Структурные изменения в путь до объединения институтов будут происходить. Значит, сегодня все, что будет происходить, зависит, уважаемые коллеги, от вас. От тех рабочих групп, которые вам сейчас предлагают сформировать. Изменения затронуты другие институты. По результатам рекомендации экспертов Корпоративного университета Сбербанка, количество кафедр в Институте управления экономики и финансов будет уменьшено. Напомним, что Корпоративный университет Сбербанка проводил курсы повышения квалификации сотрудников КФУ. Целью этих действий является развитие института и рост профессионализма выпускников. Следующим вопросом стала подготовка к приемной кампании 2018 года. С докладом на эту тему выступил ответственный секретарь приемной комиссии Олег Бодров. Он отчитался о проделанной работе и представил ректорату аналитическую информацию, необходимую для корректировки стратегии привлечения абитуриентов институтами. Тему продолжил директор химического института имени Бутлерова Владимир Галкин. Обновления направлены на продвижение в социальных сетях с описанием преимуществ обучения в КФУ от имени самих студентов. Далее о результативности инвестиций рассказал проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Софиулин. Он довел до сведения директоров структурных подразделений результаты договорной и основной образовательной деятельности институтов. Ректор Ильшат Гафуров отметил, что все институты должны выйти на уровень самоокупаемости. Мы хотим, как с вами изначально договорились, вывести институты как на отдельные самостоятельные подразделения. По крайней мере, чтобы мы посмотрели, выходим мы или не выходим. И где наши события? Директор Института экологии и природопользования выразила надежду на рост числа студентов. Директор Высшей школы информационных технологий и информационных систем Айрат Хасьяна, в свою очередь, рассказал о новых методах привлечения абитуриентов. Один из них – прямые трансляции в социальных сетях. Директор Института управления экономикой и финансов КФУ Наиля Багауддинова выразила обеспокоенность малым количеством бюджетных мест в этом году. Это количество на порядок ниже, чем у университетов Москвы и Санкт-Петербурга. В связи с этим замечен отток талантливых студентов в федеральный центр на бюджетные места. Из-за этого профессиональная подготовка выпускников региональных вузов существенно ниже. Также Институт переживает структурные трансформации. Планируется переименование кафедр. 11 подразделений в Институте реорганизуются в 4 укрупненные кафедры. Все это в совокупности с созданием Высшей школы инновационного бизнеса позволит Институту управления экономикой и финансов сфокусироваться на своих сильных сторонах для продвижения. Предложения были приняты ректоратом с некоторыми дополнениями. Окончательное решение будет приниматься голосованием на ближайшем Большом ученом совете университета. Артем Тупичкин, Леонард Валетяров, Универньюз. А теперь пришло время узнать остальные новости, о которых мы расскажем в обзоре. 25 апреля за 7 минут и всего 13 секунд были эвакуированы все студенты и сотрудники второго здания Казанского университета. Результаты учебной тревоги были по достоинству оценены контролирующим подразделением МЧС России. По заключению сотрудников Государственного пожарного надзора сотрудники КФУ показали хорошие знания и умелые действия в ходе проведенной учебной тревоги. Несмотря на учебную эвакуацию, лекции и семинары не отменились. 16 апреля Елабужский институт Казанского федерального университета посетили филологи из Западно-Чешского университета. Специально для гостей из Чехии была составлена программа стажировки, на которой специалисты пообщались с коллегами, провели лекции для студентов, а также познакомились с историей института и университета. Олег Ашина, Аделя Шамилова, Денис Сипаилов, Ленар Довлитьяров, Айдар Салихов, Универ Ньюс. Антиконференция «Маркфест», приуроченная к 200-летию со дня рождения великого Карла Маркса, с 25 по 26 апреля проходит в Институте управления экономики и финансов КФУ. Подробности далее. С 25 по 26 апреля в Институте управления экономики и финансов КФУ проходит антиконференция «Маркфест». Проект приурочен в 200-летию со дня рождения философа, социолога и экономиста Карла Маркса. «Маркфест» – это своеобразный пункт омены разной валюты, временное знание, опытное знакомство, общение на трудоустройство. Это один из моментов привлечения студентов к науке и привлечения студентов к одному из основных постулатов, на которых стоит вся экономическая наука – это теория капитала Маркса. Родилась такая вещь, когда люди неформально, без красных скатертей, без традиционных скучных докладов говорят о тех вещах, которые волнуют. В первый день конференции выступило шесть спикеров, среди которых преподаватели с антиэлекциями о криптовалюте, балансе и хаусе, действующие бизнесмены Казани. Также был проведен открытый диалог между студентами, преподавателями, работодателями. На тему учиться нельзя работать. Мы отошли от классического профессора, ну может быть одним из классических преподавателей буду я и Татьяна Феликсовна Полей, а все остальные – это приглашенные спикеры, это люди, которые прирастили свой человеческий капитал как в университете, так и в течение своей трудовой деятельности. Но они все выпускники университета. Во второй день фестиваля участники разделятся на три основных потока. В тот же день стоится Марк Фестпич – уникальная живая презентация 15 студентов прямым работодателям из крупных компаний Казани и Республики Татарстан в формате популярного шоу «Х-фактор». Диана Шилова, Олег Апачаев, Универньюз. Казанский вертолетный завод посетили студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета. Наш корреспондент Анна Глазунова увидела, как проходит изготовление деталей и сборы вертолета. Студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета продолжают знакомиться и погружаться в профессию журналистика. В этот раз учебный пресс-тур прошел на Казанском вертолетном заводе. Этот завод является одним из крупнейших в мире производителей вертолетов среднего класса. Студенты-журналисты посетили механо-сборочный цех, где увидели, как происходит изготовление деталей. Уже готовые детали попадают в цех покрытия, где на них наносят краску, чтобы защитить от коррозии. После того, как детали изготовлены, они проходят проверку и начинается самое интересное – сборка вертолета. В среднем для того, чтобы изготовить один вертолет, требуется всего один месяц. После тщательного осмотра различных цехов студентам-журналистам также выпала возможность увидеть, как проходит испытание уже собранных вертолетов. Для того и нужны испытания вертолетов, для того, чтобы на ранних этапах изготовления или, допустим, до передачи заказчику техники, чтобы выявить какие-то, допустим, моменты, которые нужно исправить. Но перед тем, как сесть за управление реального вертолета, пилоты проходят проверку. Сейчас мы находимся в авиационном тренажере вертолета Ми-8. Именно здесь пилоты оттачивают свое мастерство. Студенты тоже смогли попробовать себя в роли второго пилота. В Казахском вертолетном заводе мне понравилось намного больше, потому что, во-первых, мы тренировались, мы пробовали себя в качестве пилотов. Это очень здорово и интересно. Также на летной полосе мы смотрели, как взлетают вертолеты. И очень понравилось, что мы попробовали сами порулить немножко, попытать. Это очень здорово, мне очень понравилось. У журналистов была возможность задать сотрудникам Казанского вертолетного завода все интересующие вопросы. Ведь после завершения пресс-тура студенты должны будут написать материалы и показать на практике, чему они научились. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова